Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин и в своей передаче я хотел бы поговорить за комедию. Сегодня 27 сентября 2016 года и вот только что прошел концерт, стендап-концерт Дмитрия Ларина в моем городе, в Нижнем Новгороде. И с учетом того, что я люблю комедию, я хотел бы поговорить с вами о том, что произошло, поговорить об этом концерте. Поэтому не переключайся! Ну что ж, дорогой друг, начну свой рассказ про это мероприятие я с самого начала. Нужно было бы, наверное, начать все-таки с шуток, но их я оставлю напоследок, на потом, на десерт, так сказать. Ну что это самое важное, что есть стендапи. Начну с самого начала. Мероприятие в нашем городе переносилось из одного заведения в другое заведение. Билеты, как и в других городах, стоили 600 рублей по предзаказу и 900 рублей непосредственно в день мероприятия. Ну, знаете, для концерта, который шел порядка двух часов, это достаточно нормальная цена. Ну и, естественно, мы живем в России, и организация немного подвела, потому что была большая очередь людей. На улице, извините меня, конец сентября. И достаточно холодно на улице, поэтому приходилось ждать, и конечности замерзали, и хотелось пойти все-таки домой и дождаться, когда это выйдет на ютубе. Но ты заплатил деньги, ты пришел на концерт, будь добр, войди. И вот мы вошли, расселись, ну и начался концерт. Вот. Концерт состоял не только из шуток, о которых, опять же, я скажу позже. Там были и интерактивы, когда Ларин задавал вопрос, или ему задавали вопрос. Ну, в основном, сначала ему задавали вопрос, он парировал, отвечал, потом, если что, сам задавал вопрос. Были и музыкальные вставки. Нетрудно догадаться, если вы не были на концерте, какая музыкальная вставка была. Естественно, эй, Коля Хейтер, ну куда ж без этого. Ролик миллионник на миллионном канале, и почему бы не продолжать форсить эту тему даже на стендапе, когда ты продолжаешь форсить ее у себя в блогах. Ну и вот таким вот образом в милой, достаточно ламповой атмосфере прошло все выступление. Относительно людей, которые там были, естественно, там были и хейтеры-хеклеры для стендапера. Естественно, были поклонники, ну и были обычные люди, которые просто пришли туда посмотреть, которых замоднили друзья. И вот если оценивать всю эту массу в общем, то знаете, что могу сказать? Ларин молодец, это уже его третий стендап, второй тур. И странно, что он называется последний стендап Ларина, ведь для комика в таком возрасте, а ему еще нет тридцати, делать уже последний стендап тур, ну это как-то странно. Как-то, наверное, себя не уважать. Может быть, это, конечно, опять же, хохма и через год, через полтора мы увидим новый материал. Но не суть. Ларин намного лучше держался на сцене, нежели в остальных своих концертах. Может быть, из-за того, что все-таки стендап был разбавлен большей частью интерактива и вот музыкальными номерами. Не знаю, но людям понравилось. То есть, если, опять же, взять всю массу людей, которая была от мала до велика, люди были довольны. То есть, вот я смотрю и вижу, что процентов 70-75 смеются, они довольны. А это, скажу я вам, очень хорошая статистика. Это, я бы сказал, отличная конверсия для комика, который вышел из интернета, из ютуба и выступает вживую, до этого ни разу не побывав на тех же самых открытых микрофонах. Вот. Ну и теперь давайте перейдем к самому главному. Перейдем к киту комедии, киту стендапу, киту смеху, к шуткам. Ну и что касательно шуток, вот он наш десерт. Ну, начнем с того, что все-таки опыт дает знать о себе, и шутки стали лучше. Скажем так, стало смешнее, стало интереснее, стало глубже. Шутки были разные. Были и ванлайнеры, так называемые. Для тех, кто не особо силен в комедии, поясню, что шутка ванлайнер это именно шутка. То есть, не история, а именно короткая шутка. Самая известная шутка ванлайнер, которая сейчас гуляет по интернету, наверное, самая известная шутка ванлайнер, которая гуляет по интернету, принадлежит непосредственно Джимми Кару. И если вы ее не слышали, я вам ее повторю. Как заставить гея трахнуть бабу на срать ей в пизду. То есть, вот это вот шутка ванлайнер. То есть, бывают такие шутки, бывают и другие шутки. А вы когда-нибудь задумывались, что хуже, педофил или родители? Правильно, родители. Потому что они не только трогают голых детей, но также показывают их на всеобщее обозрение. Также были шутки в стилистике Setup Punchline. Если вы смотрите Ларина, то вы знаете, естественно, что такое Setup Punchline, потому что он очень долгое время форсил в интернете эти понятия. Если вы не смотрите Ларина или смотрите Ларина, но до сих пор не знаете, что такое Setup Punchline, Setup Punchline это шутка, скажем так, история, в которой Setup это сама история, а Punchline это разрушение ожидания или непосредственно конец истории, который заставляет тебя смеяться. То есть, были и такие шутки, а это более сложные шутки, нежели ванлайнеры, за что приятно. А у вас есть такие друзья, любители животных, защитники природы, матери вашей, которые визжат каждый раз, когда котик вывихивает хвостик, которые тащат всякую жизненность к себе домой, либо совсем не едят мясо, либо почти не едят мясо. Но я думаю, у всех есть такие друзья-знакомые. Так вот, как-то такие ребятишки зашли ко мне домой на ужин. Ну, я уже хороший хозяин, я приглашаю своих друзей и знакомых на ужин, потому что я люблю готовить и кормить людей. Ну, не важно. Сидим мы, вроде бы, едим, кушаем. У меня был включен телевизор, потому что на кухне он у меня всегда фоном включен. И на каком-то там канале была тема про бомжей. Ну, я расстроился, я говорю, блин, вот бедные бомжики, им никто денег не дает, все собакам уходят. И эти мои знакомые засранцы, они так возмутились, что я не люблю собак, начали что-то попердывать себе под носы. Ну, и я же человек галантный, но и при этом не любитель оскорблять людей словесно, поэтому я просто взял и указал им на дверь, швырнув их тарелки с едой на пол. Знаете, что самое интересное? После этого пол стал намного чище. В общем и целом, концерт, этот моноспектакль, этот стендап прошел на ура, потому что организация не так плохо подкачала, людей было много, были шутки, был интерактив, была музыка. Не очень дорого стоила и достаточно долго длилась. Не так долго, чтобы все устали, и не так коротко, чтобы сказали, что нахрена мы заплатили за это деньги. В принципе, я даже не знаю, что добавить. Ну, хотя, знаете, вот в этом концерте все-таки была такая шутка, она мне очень понравилась. Я вам даже ее сейчас скажу, Ларин ее использовал в конце выступления, я тоже ее использую в конце ролика. Если вы еще не были на концерте, а собираетесь побывать на концерте, то закройте ушки. Да, вот я вас научил закрывать ушки. Если же не боитесь спойлеров, то слушайте. Знаете, как называется человек, который верит в истории, которые не происходили на самом деле? Будущий подписчик! А это значит, что подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй данное видео и распространяй его по всем соцсетям. Ну, а с тобой был Данила Рыжкин, самый субъективный продач во всем ютубе и на всем интернете. И давний почитатель стендап-комедии. Да, дорогой мой друг? И быть нормальным. Будь рациональным. Всем спасибо. Сням дислайк. Интересно, кто-нибудь еще остался, кто думает, что он рабочий?